В Новосибирске вновь эвакуируют школы. Волна ложных сообщений о минировании прокатилась по всей стране. В мегаполисе уже второй раз с начала этой недели. Как сообщают федеральные СМИ, сегодня от Красноярска до Ростова оцеплены десятки зданий, но взрывчатку нигде не обнаружили. Что происходило в Новосибирске, расскажет Сергей Толмачев. Здравствуйте, а не нашли ничего? Кинологи на вопросы не отвечают. У них время сжато до предела. Собака обследует здание меньше, чем за полчаса, а полицейские осматривают. Сегодня у них много незапланированных выездов. Таких семь. Семь уже за какое время? В течение часа. А все в Ленинском районе? В Кировском. Сообщение о минировании поступает и в мэрию города, но сотрудников не эвакуируют. А в несколько школ звонят почти одновременно. Все начинается в полдень. В разгар последнего урока первой смены дети успевают одеться и выйти. Но вы детей вывели из школы, да? Так точно. А быстро это все продолжается? Конечно. Примерно за сколько времени вы ведете? Так. Ну, в норматив мы всегда укладываемся. А норматив какой? Три минуты. К этому времени уже оцеплены здания в Красноярске. Потом будут Омск, Екатеринбург, Ростов, Самара, Петербург. На каждый вызов едут пожарные, полиция и скорая помощь. Дежурят наряды Росгвардии. Прохожих просят найти другую дорогу, подальше от учебного заведения. Внутрь до отбоя тревоги не пускают никого. Выйдите за территорию. А здание школы есть? Никого нету. Выйдите? Не надо суметь. А директор-то вожде находится, можно узнать? Да, с вами. Директор-то вожде находится. Потом поговорите. К двум часам дня областная комиссия по антитеррору сообщает, взрывчатку нигде не нашли. Скорее всего, информационную атаку ввели из-за границы России, как и три дня назад. Сергей Толмачев, Алексей Зубила, Анна Скок, Борис Гладких. Новости ОТС. Новости ОТС.